Всем привет любителям проекта Армата! Сегодня мы поиграем на одном из лучших легких танков 6 уровня Stingray, полюбившийся многим многим игрокам. А почему он полюбился и почему на нем многие любят играть и оставляет даже в ангаре на шестом уровне. Мы сейчас поговорим. Во-первых, это одна из самых интересных веток из легких танков. Это поставщик Марат Шишкин. На пятом уровне всеми любимый Шеридан идет, на седьмом Stingray 2, на восьмом Буффорд, один из лучших легких танков тоже на уровне. Девятый Тандерболт. Ну и заканчивает все ПЛ-1 некогда нагибущим танком, который все хотели. Но сейчас он немножко потерял свои позиции, но все-таки неплохо и, как вы знаете, у нас в Армате часто все меняется. Поэтому когда-то ПЛ был хорош, сейчас не совсем, но пройдет время и, возможно, он опять будет неплохим. Ну начнем, наверное, с его орудия, ребят. На самом деле очень хорошая пушка у Stingray. Первая перезарядка всего лишь 6 с копейками минут, секунд! Каких минут, ребята, о чем я говорю? И первые ББшки, которые у него есть, это пробиваемость 440 и урон от 400 до 500. Ребят, ну это просто очень хорошая возможность надамажить именно этими ББшками. 440 на 6 уровне. Это очень хороший результат. Тем более скорость полета снаряда полторы тысячи метров в секунду. Разброс 0.13 минимальный. Вот. Четыре выстрела. То есть она у нас получается кассетная. Перезарядка ленты 3 секунды. Ну то есть между патронами. Вот. Темп стрельбы 20 выстрелов в минуту. И, ну, небольшая вероятность поджога. Но об этом мы не будем говорить. И ББшки это не для поджога все-таки, ребят. Далее. Также здесь есть кумулятивы, которые пробивают 450 миллиметров. И от 400 до 620 имеют урон. Ну, как вы знаете, кумулятивы бонус к урону, если пробивают тонкую броню. Повышенный урон модулям и поджог. Скорость здесь немножко поменьше. 1180 метров в секунду. Разброс чуть побольше 0.14. Также все остальные показатели. Примерно то же самое. Четыре выстрела в минуту. Перезарядка ленты 3 секунды. Также имеется, ребят, здесь и бронебойно-фугасные снаряды. Ими мало пользуются сейчас на данный момент. Потому что они немножко не то действие. Сейчас делают, как были в начале. Но все же, давайте о них поговорим. Пробиваемость 270 и урон от 95 до 640. Бонус к урону, если пробивают также тонкую броню, урон модулям. Здесь совсем скорость маленькая. 760 метров в секунду. Разброс еще побольше 0.15. Дальше показатели те же самые. То есть пушка, ребят, замечательная. Четыре выстрела. ББшечками играем. В принципе, стреляем в основном из инвиза. Под конец боя, если кого-то кружим, то вполне нам этого хватает. Боекомплект достаточный для этого танка легкого. Маневренный, очень хороший танк. Да, Вальч? По защищенности, ребят, посмотрим. 2 130 единиц прочности хитпоинтов. Не самый великий показатель, но все-таки 2130 может немножко вас... И тем более мы стоим часто в кустах. Из инвиза стреляем, светим. Возможность пожить подольше. Бронирование 80 миллиметров. Стальная корпуса 80 миллиметров башни спереди. Это сильно нас ни от кого не спасает. Да, могут быть какие-то случайные-случайные рикошеты. На это можно надеяться, естественно. Но все-таки на шестом уровне 80 это ни о чем. Тем более у нас не комбинированная какая-то броня. А просто, ребят, сталь. Поэтому, в принципе, нас будут пробивать все. А броня сбоку и сзади, о ней не стоит говорить. Там 50-60 миллиметров сзади, 30-40 это ни о чем. И очень хорошая подвижность. Вот за что мы еще любим этот легкий танк, помимо хорошей пушки. Это скорость 70 километров в час. До 32 она разгоняется за 3 секунды. То есть очень быстро. При массе 22,5 тонн. Скорость поворота 40 градусов в секунду, ребят. Но это очень-очень хороший показатель. На самом деле очень хороший показатель. Плюс все эти показатели можно раскачать модулями. Коих почти у меня здесь нет. Не ставил я на этот танк. Прошел его, но в ангаре оставил. Продолжим. По незаметности давайте еще с вами немножко побеседуем. Что у нас с нами... Точнее, что у ней с незаметностью. Незаметность 32 градуса, ребят. При остановке 37 не самое лучшее, конечно, для ЛТшки. Не самое. Действительно, за 40 было бы лучше. Но все-таки при остановке 37 вполне, вполне достаточно. При обзоре с места 485 это огромный просто обзор. Очень хороший обзор у этого легкого танка. И на ходу 430 метров. Ну, ребят, ну это просто шикарно. Плюс мы еще можем накидать кучу модулей. И, как говорится, ездить и светить с радостью. По прицеливанию углы вертикальной наводки вверх минус 20, низ 7,5 градусов. Достаточно для всего. Очень даже хорошее, ребят. Время прицеливания 1,63 тоже замечательный момент. И скорость поворота башни 48 градусов в секунду. Тоже очень хороший показатель. То есть, из минусов, опять же, отметим, как таковых, для легкого танка, именно как для легкого. Но, нет, да, брони не должно быть. Немножко, может быть, где-то в каких-то моментах чуть-чуть совсем не хватает маневренности. Но все равно на этом уровне это один из лучших танков. Из расходников запчастей поставил запчасти, огнетушитель и большую аптечку, больше ничего не ставил. И, к сожалению, из модулей у меня здесь, кроме радиопоглощающего покрытия, самое простое, плюс 5%, и адаптивной оптики, обзор плюс 55 метров, самого простого, ничего нет. Хотя, на самом деле, поставить перезарядку, ребят, и третье, ту же радиопоглощающее покрытие, более мощное, и адаптивную оптику более хорошую, будет более хорошие показатели. Катаюсь на Сабрине, но тут можно поменять и другие, как говорится, модули поставить, потому что Сабрина это, ну, не выход, на самом деле, не выход. Можно попробовать и намного интереснее других командиров. Из перков у механика-водителя у меня стоит плавный ход, естественно, и полевой ремонт, потому что, все-таки, когда нас все-таки где-то загуслили коммунитивным фугасом, надо быстрее сорваться, потому что второго попадания мы не переживем. Действительно, не переживем. У наводчика это в яблочко стоит, и со скоростью света, плюс 10 к скорости прицеливания. Но это очень важно, то же самое, что яблочко, это эффект минус 5 к разбросу. Он у нас и так минимальный разброс, но и тут мы вообще стреляем, просто-напросто белки в глаз. Так, дальше, что у нас у заряжающего? У заряжающего пылосражения, это плюс 2,5 к скорострельности. Потому что чем чаще стреляем, если мы все-таки не светим, то чем чаще мы больше наносим урона. И второе, опять же, плюс 10 к скорости ремонта. Ребят, на ремонт я здесь ставлю по той простой причине, что все-таки 2 300 хп мы можем пережить попадание, но второго попадания мы не переживем, скорее всего. Поэтому нам быстрее надо отремонтироваться, сорваться и, как говорится, побежать дальше, поехать дальше. По бою вы видите, что мы вначале постояли в кустах, постреляли, и потом поехали добивать соперника, подсвечивать. Вначале светили ОБТшки, как это обычно у нас в игре делается, потому что все остальное сразу лопается. ОБТ есть шанс какой-то выиграть. Вот сейчас бой подходит к концу, посмотрим, сколько мы. Вроде неплохо настреляли для легкого танка. Думаю, неплохие будут показатели. Более-менее так. 3 670, да, одного уничтожили, одного обнаружили. Конечно, по засвету очень мало. 121 тысячу заработали. Считаю, что неплохо. Пишите, друзья, свое мнение по этому легкому танку. Мне он очень нравится. Я всю эту ветку оставляю в ангаре. Да, ну вот, и мы еще и четвертые оказались по настрелу. С вами был Кимиев1. Всем пока-пока, друзья, и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok